Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы поговорим о чудесном сорте винограда, который для многих виноделов, для многих начинающих виноделов, для многих виноделов, живущих в северных регионах, может стать реальной палочкой-пручалочкой. И речь пойдет о русском раннем. Да, вы можете встретить во многих описаниях, что русский ранний – столовый сорт. Ну, именно как столовый он, скажем так, уже несколько утратил свои позиции. Сорт старый, сорт был выведен примерно в середине XX века. Тогда ставилась задача получить устойчивость, получить морозостойкость. Его родители – это мичуринец, гибрид первого поколения с амурским виноградом, и шасло северное. Кстати, шасло – это технический виноград. То есть в родителях технари есть. Ну, конечно, на тот момент он и как столовый очень хорошо подходил. Но на сегодняшний день мы имеем гораздо более современное столовое сорта, может быть, гораздо более интересное в плане размера ягод и всего остального. А вот русский ранний нам очень хорош для виноделия. Ну, и сейчас, конечно же, объясню, почему. Опять же, в описаниях много где фигурирует, что ягода у него хрустящая и гармоничного вкуса. Нет, это не так. Ягода у него не совсем хрустящая, и вкус у него не совсем гармоничный. Точнее, он гармоничный, но на самом деле он фруктовый. А там такие вот земляничные ананасные нотки, очень мягкие, очень приятные присутствуют. Ну, а теперь поговорим, почему же он хорош для виноделия. Ну, на самом деле, не очень крупная ягода, достаточно неплохая сокодача, прекрасное сахаронакопление. Прекрасное 20-22 брикс. Это, ну, в таких не очень хороших условиях он набирает. Может даже и больше набирать, если дать ему возможность. Кстати, при дождях у него этот сахар не особо размывается, он его сохраняет, он его быстро. Возвращает. И еще он имеет низкую кислотность. Конечно, сам по себе вот один, он неинтересный для виноделия. Как раз таки потому, что кислоты мало. Но мы его можем использовать, как я называю, как сорт разборитель. Вот когда у нас есть какие-то очень кислотные сусла, вот сколько я читаю ваши комментарии, ай, у нас виноград не созревает, он у нас кислый, нам надо воду лить, нам надо сахар сыпать, зачем? Вот, есть такой чудо-сорт, который вы можете просто добавлять. Если вам вот эти ваши кислое непонятно что, вот оно вам дорого, ну, бывает тогда большой куст, вы там с него 10 ведер снимаете, и как бы, ну, жалко вырубить, да, все-таки шут. Посадите к нему вот такую добавку, и вы правильным способом снизите кислоту, повысите сахар, и получите классное вино. Также, например, ну, это, конечно, меньшая проблема, но вот когда слышу, что вино получается слишком тяжелым. Ну, что такое тяжелое, как бы, для меня не совсем бывает. Понятно, что люди имеют в виду? Ну, я так предполагаю, что может быть вот тонинное. Как-нибудь расскажу, мы недавно в магазине покупали два образца вин. Одно это было Мальбек из провинции Кагоры, а второе это был Пинануар. И вот там, например, нам тонинок было много, и, ну, особенно в Мальбеке, неприятно пить. И вот, опять же, если у вас, например, тонинные какие-то сорта винограда, и вам эта тонинность не нравится, ну, кому-то нравится, это нормально, у нас вкусы всех разные. Но если вам не нравится, опять же, русский ранний, он мягко разбавит то, что у вас есть, и ваше вино получится гармоничным. При этом, смотрите, ранние сроки созревания. Вот в нашем регионе он созревает уже в конце августа, даже бывает чуть раньше, ну, в зависимости от лета. При этом он растет не в самом лучшем месте, да, с одной стороны это пристенок, с другой стороны там совсем рядышком, то есть там коридор, там совсем рядышком вторая шпалера, и, ну, света там не очень много получается. Так вот в конце августа он уже созревает. Он может долго повисеть, то есть если надо подождать, чтобы еще кто-то созрел, он повисит. Он у нас, наверное, порядка 10 лет. За 10 лет ни разу мы не видели там гниль. Он у нас никогда не трещал. Да, есть данные, что его едят осы. Да, один год, когда у нас прямо в доме осы завелись, вот тогда они этот самый русский ранний кушали. А в другие годы, ну, когда у нас еще там много всяких виноградов появилось, и, в принципе, когда в садах много там яблок, слив и всего остального, то осы русский ранний не едят, он прекрасно сохраняется. Ну, и, конечно же, покушать его тоже вкусно. Да, он уступает по параметрам современным таким столовым сортам, которые такие очень хрустящие, с яркими мускатами, ягоды. Крупные по 20 грамм, что в рот не взять, да, надо откусывать. Да, у него ягода небольшая, но, тем не менее, она вкусная, она сладкая, она ароматная. И я бы сказала, что, опять же, у сладости она бывает разная, она не приторная. То есть его просто покушать тоже будет очень приятно. Плюс добавлю, что там есть такие приятные фруктовые нотки, которые тоже, скажем так, вносят в свою изюминку. И добавляют этому сорту. Что касается вот его параметров, как я уже сказала, не очень крупная ягода. Грозди в среднем грамм 300 бывают больше. Вот у нас он растет в пристенке, и там бывает плоховато опыляется. Поэтому у нас грозди рыхлые. Но вот где-то с краешку, там, где лучше ветерок гуляет, там гроздь уже, ну, она не будет такой вот совсем сбитой-сбитой. Но, может быть, гораздо плотнее и интереснее. То есть, повторюсь, у нас он растет не в очень хороших условиях. При этом сорт очень неприхотливый, практически неподвижен грибковым заболеваниям. Да, конечно, профилактические обработки все-таки проводить нужно. Но, в общем-то, в минимуме болеет он очень редко. Достаточно хорошая морозоустойчивость у него. Один год он у нас зимовал без укрытия. Правда, мы лосы все-таки положили на землю, все было хорошо. Но второй год оставили на шпалере. Была не очень благоприятная зима. И, конечно, ну, в урожае мы сильно потеряли. Это я рассказываю наш реальный опыт. Заявлена морозоустойкость именно производителем-орегинатором минус 27. Несмотря на то, что вот сейчас, опять же, да, кто-то один где-то сделал ошибку в цифре, да, и пошло, по-моему, минус 20 или минус 23 ставят. Ну, давайте вспомним там все-таки амурцы в родителях. И вот эту информацию, которую я говорю, я вам озвучу. Она была в одном из учебников, где как раз-таки описывалась, как вот эти гибриды первого-второго поколения выводились, с какими целями. И вот там изначальная морозоустойкость была заявлена минус 27. То есть, конечно, в нашем регионе, вот в Беларуси, я все-таки рекомендую его укрывать, потому что много раз говорил, у нас не столь опасны сами зимние морозы, сколько перепады температур, особенно вот в конце февраля, в начале марта. Ну и что еще хочется отметить, что, конечно, куст прекрасно грузится, прекрасно несет нагрузку. Вот в наших условиях мы килограмм 20 с него снимали. Можно было бы снимать и гораздо больше, было бы там чуть больше площади, было бы там, например, плоскосна, шпалера. То есть, его можно нагружать, у него замечательно зреет лоза. И повторю, что вот он хорош именно как разбавитель, генадель. Когда у вас что-то кислое, когда у вас что-то там не добирает нужных параметров, вам не нужна вода, вы можете вот посадить просто еще один кустик, дать ему место, и вы также получите хорошую урожайность, и он поможет вам получить хорошее, вкусное, гармоничное вино. Не вот это вот компотик, да, с водой и сахаром, а именно вино вкусное и приятное, с хорошей кислотностью, не завышенной, да, и с хорошим сахаром, потому что сахар он набирает достаточно хорошо. Ну и при этом, конечно же, не забываем, что если нам захочется, мы можем его покушать. То есть веетилы тоже очень приятны. И даже я как-то рассказывала историю в прошлом году, что ввиду того, что у нас мало все-таки места было, потом уже мы взяли второй участок, а изначально места было мало, 6 соток, и мы уже думали, может быть, русский ранее убрать, но потом в очередной год, когда урожай, я его очередной раз попробовала. Но нет, все-таки он очень вкусный, и, конечно же, он остался на нашем участке. И да, еще забыла дополнить, я вам говорила о том, что вот в описаниях есть, что ягода хрустящая, нет, она не хрустящая. Она немножечко такого вот желейного формата, очень приятного по нашим ощущениям, но все-таки это не тот хруст, который мы имеем у столовых сортов. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. И до новых встреч!